Ну, думаю, они там 30 километров пройдут и слягут. Ну, и то, уже вот сюда подъехал, и вот этот вот лег поросенок. Но это дело времени, это мне еще этапчик два. А потом полечу я, как на ракете. Что вы вспоминаете, когда слышите слово «берингия»? Плазь собак, скрип снега, растекаемого полозьями нарты, морозный ветер, бескрайние просторы Камчатки или, может быть, ослепительное зимнее солнце? Уже 34 года наш полуостров является главной мировой площадкой по возрождению ездового спорта. Но еще несколько лет назад, в 2010-х годах, акценты были расставлены иначе. «Берингия» славилась пышностью и размахом. Приезжие ведущие и артисты получали заоблачные гонорары из бюджетных денег. А гонки 2017-2018 годов по праву можно считать самыми затратными. Каждая стоила более 60 миллионов рублей. Вдумайтесь, только церемония открытия и закрытия гонки обходилась в 30 миллионов. Повторюсь, это были только бюджетные деньги. А ведь еще тратились средства спонсоров, которые делились своими миллионами. И не требовали отчетов, потому как просили сверху. Вот смотрите, Валдис Пельш, Ани Лорак и группа премьер-министр в 2017 году встали нашему бюджету в 8,4 миллиона рублей. В 2018 году тот же Пельш за день работы на «Берингии» получил 2 миллиона. Это только гонорар. А теперь представьте, сколько на эти деньги можно было бы провести различных региональных зимних соревнований. Или, к примеру, открыть собачьих питомников в Коряке. Ведь ради северов гонка и задумывалась. Сегодня на проведение серии гонок край тратит в три раза меньше. Вместо артистов с материка с большими гонорарами, организаторы стараются задействовать камчатские, в том числе народные коллективы. В целом, после смены руководства региона, Берингийский оргкомитет все больше внимания уделяет спорту, а не праздничным гуляниям, а также сохранению оригинальных традиций народов камчатского севера. У нас уже позапрошлого года участие в гонке могут принять только каюры на традиционной деревянной нарте, сделанной по традициям коренных малочисленных народов севера. Соответственно, никаких спортивных нарт, никаких ухищрений не получится произвести. Поэтому все как по старинке. Возрождение ездовых традиций в первозданном виде – это не просто форма поклонения перед седой стариной. Развитие Берингии имеет важный практический смысл. Все мы помним времена, когда мы оставались без интернета. У нас переставали работать и пластиковые карты, и связь, и появалась паника. Но это было всего на несколько часов. Вы представьте, нужно закончиться бензин на севере. Каким образом доктору из одного села доехать до другого села? Собачева пряжка. Каким образом кушеру принять роды в каком-то другом селе тоже, например. Собаки – это элемент энергетической независимости. И это в то же время очень сложный механизм, которым сложно управлять. Каждой собаке нужно найти подход. Каждую собаку нужно воспитать. Нужно понять, какую пару эту собаку поставить. Чем их кормить. Там различные периоды, есть у них там взросление. Все эти условия требуют особого мастерства, которое должно передаваться от человека к человеку. И эстафета не должна прерываться. Чтобы максимально погрузиться в аутентичную атмосферу, мы отправились в собачий питомник Хальч, что рядом с поселком вулканы Елизовского района. Там мы познакомились с молодой порослью. Это будущие стремительные поджары и ездовые собаки, сейчас похожие на маленьких медвежат. Патриарх семейства, 13-летний пес по кличке Красавчик, встретил нас, как полагается, солидно и сдержанно. За порядком здесь следит бесстрашная и очень дружелюбная кошачья бригада. Естественно, такую огромную хвостатую команду нужно чем-то кормить. Как вам здесь живет? Замечательно? Всего хватает? Рыбы хватает? Воды хватает? В общем, как видите, источник информации у нас надежный. С кормежка в питомнике проблем нет. И не в последнюю очередь благодаря программе, запущенной краевыми властями 4 года назад. Вчера вот только завез рыбу, свежемороженые головы. Сейчас вот правительство помогает нам с мороженой рыбой. Ну, голову мороженую дают нам. Дают нам по количеству собак. Сколько вот собак, например, там высчитывают. В прошлом году где-то 10 тонн, да, взяли. Дали нам, потому что много очень было. А в этом году, как мало рыбы было, путина плохая была. И немного поменьше. В этом году я 6 только получил тонн. Ну, в общем, хватит. В 1991 году Берингея поставила рекорд и попала в книгу рекордов Гиннеса. Тогда дистанция гонки составила 1980 километров. В этом году рекорд будет побит. Каюры пройдут 2102 километра. Трасса соединит два региона России – Камчатку и Чукотку.